друзья всем здравствуйте вот приехали на объект у нас здесь реконструкция бассейна переливного размеры басика 17 на 4 с половиной такой вот огромнейший басик вот отделка была мозаика но он прослужил лет 12 и чаша ну походу дала усадку лопнула и прошел пошли протечки чаша у нас обходная ее можно в подвале полностью так обойти посмотреть и там вот течет к сожалению вода ну и клиент наш принял решение то есть нужно сделать полностью реконструкцию сварить пленку и забыть еще лет на 20 сейчас я вам все покажу расскажу какая ситуация по этому басику ну значит вот у нас лежат закладные которые стояли в этом басике фонари форсунки дон и водозаборы и так далее почему мы это все выдолбили потому что эти закладные они не подходят под пленочку нет прижимных фланцев которые прижимают пленочку для герметичности ну и вот да мы продолжаем подготовительные работы значит вот фонарь у нас идет здесь еще надо будет почесать немножко чтобы до конца все было ровненько идеально вот вот эти фонари то есть все эти закладные подходят под пленочку под лайнер хотя да допустим если это мозаичный бассейн но не могу тоже понять почему там ставили без фланцев потому что по идее вот гидроизоляция да то есть даже жидкая гидроизоляция как мозаика под мозаику гидроизоляция должна заходить на вот эти вот фланцы сюда чтобы потом этим фланцем и резинкой прижать эту гидроизоляцию ну видимо раньше так делали очень непонятно вот все у нас тут под замену все форсунки это у нас донные форсунки забыл донные форсунки подача да это подача у нас переливную басик это подача воды до пришлось подолбить конечно это такая работа сложновато я но выполнимая мы все выполнили да то есть мы сейчас закончили ставить закладные да и следующий этап у нас будем набивать углы с пвх напылением на бортики бассейна на дно бассейна по углам в котором впоследствии будет привариваться пленочка а потом только будем клеить геотекстиль уберем все вычистим пыль и так далее и будем клеить геотекстиль следующим этапом будет вариться пленочка это у нас друзья закладные под лестницу потому что под пленку должны стоять вот такие вот закладные которая вот которая будет прижимать опять же пленку чтобы все это было герметично чтобы водичка не попадала под пленочку вот видите да здесь такие вот поручни и вон она стоит эта лестница которая здесь будет монтироваться вот данный бассейн пленка здесь будет вариться в натяг в натяг это значит объясню вам вообще варят пленку мешком то есть сверху к углу приварили здесь бам приварили все вода наливается пленка растягивается но когда перепад глубин идет то есть вот такой вот неровное дно чтобы потом пленку никуда не потянула под весом под водой этой нужно всегда вот во первых здесь нужно варить еще ставить не варить а угол монтировать здесь угол монтировать и здесь и ко всем этим углам должна пленка привариваться то есть вот так вот друзья у кого есть вопросы там по строительству по ремонту задавайте в комментариях обязательно вам ответим так что касаемо аттракциона в этом бассейне здесь только есть водопад ну типа кобра водопад типа кобра ну прикольная штука я вам скажу массаж плеч мне очень нравится такой аттракцион ну как видите по размеру этого бассейна противоток тут не нужен потому что здесь хватает места без противотока хотя противоток классная штука тоже можно использовать как массаж и так далее мне нравится противоток должен мне кажется стоять в каждом басике вот что еще рассказать вам про этот басик так и здесь еще есть вот это вот чудесное покрывало чудесное покрывало это ролета то есть это вот ролета полностью закрывает зеркало воды этого басика представляете какая она огромнейшая это ролета как она смотрится здесь когда водичка будет сейчас я подойду поближе обойду вам ролета эту покажу ну вот у нас уже геотексиль на готове геотексиль 400 плотности плотненький классный он скрывает все изъяны которые раковинки мелкие на подлог подложка как говорится под пленку то есть геотексиль у нас уже готов так здесь сняли переливную решетку потому что мы в переливном лотке будем проходить гидроизоляцией мы пленочкой только будем заходить в переливной лоток но клиент говорит что переливной лоток не тек никогда но мы перестраховали все равно сделали гидроизоляцию в этом лоточке такая вот обычная решетка пластиковая вот самое прикольное это вот вот это вот чудо ролета какая друзья на огромнейшая ролета это не знаю на гипер конечно дорогая но смотрится она солидно это вот этот подиум он закрывает эту ролету но сейчас мы как монтируем ролету мы монтируем внутри бассейна под водой подводную ролету что ролета сама вот так вот выплывает и закрывает зеркало воды вот ну в принципе у кого уже есть бассейн да то есть уже построен бассейн в будущем в любом случае чел ну ка клиенту нужно как-то это все зеркало закрывать принципе можно и установить вот таким вот способом тем более если есть место можно аккуратненько и смонтировать сделать вот такой вот подиум над ролетой но и не видно будет будет тоже шикарно ну так вот здесь данил уже меряет углы как будут монтироваться переливной лоток давай сверху положим вот тогда вот так вот будут крепиться углы коих тут еще резать надо потом ногу к которым последствия будет привариваться пленочка такая вот у нас задача состоит перед нами но я думаю что мы ее выполним обновим басик и будет все смотреться очень стильно и красиво друзья и чтобы не пропустить продолжение ремонта данного бассейна подписывайтесь на наш канал кто еще не подписан жмите колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски наших видеороликов всего вам доброго